В СМИ появилась шокирующая информация. Певца Андрея Губина предложили отправить на недобровольное лечение в психиатрическую клинику. Причиной стало недавнее видеоинтервью артиста, где он заявил, что его постоянно кто-то преследует, а прохожие на улице называют карликом. Я боли начал чувствовать. Там 16 лет, там в 24, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». Ну, то есть, ну, на самом деле уже было очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. То есть, я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но, как бы, я уже умираю спокойно. То есть, я, как бы, мне не страшно. То есть, я уже хочу умереть. У меня, например, может быть, это последнее мое интервью еще с зубами, понимаете? Если вы посмотрите на мои фотографии там когда-то и посмотрите на меня сейчас, это ужасно, что со мной происходит. В внутреннем состоянии певца, рассказал психолог Сергей Ланг. Во время своего интервью Андрей Губин постоянно морщил лоб, теребил шнурки на своей кофте и жаловался на то, что вот-вот у него выпадут зубы. По словам артиста, все окружающие хотят испортить ему жизнь. К примеру, стоит ему где-то поселиться. Как тут же его недоброжелатели скупают все соседние квартиры и начинают делать в них ремонт только для того, чтобы звезда 90-х не мог вести нормальный образ жизни. Андрею Губину однозначно требуется психиатрическая помощь. С уверенностью говорит специалист. Его поведение выдает состояние больного человека, который себя запустил. У него есть признаки мании и преследования, он испытывает агрессию. По словам психолога, состояние певца усугубляется с каждым днем. В 90-х песни Андрея Губина звучали повсюду. Симпатичный и улыбчивый артист прославился своими хитами «Зима-холода», «Мальчик-бродяга», «Лиза» и «Девушки как звезды». Однако в середине нулевых Губин оставил шоу-бизнес, и его популярность постепенно сошла на нет. Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что поставила крест на карьере Андрея. По ее словам, в те годы звездам из 90-х было сложно конкурировать с новым поколением артистов. По мнению Олеси, карьеру Губина сгубил проект «Фабрика звезд». Благодаря ему стали появляться интересные молодые музыканты, а таким исполнителям из 90-х, как Губин, стало сложно держаться на плаву. В интервью изданию собеседник Сазыкина рассказала. Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить, и сейчас успешно выступает. Еще одной бедой Губина она считает комплекс маленького роста. Участники «Фабрики звезд» не щадили его чувств и окончательно добили музыканта. Тогда появилась песня «Ниже ростом только Губин», быстро ставшая популярной. Андрей был очень сильно обижен. По словам Сазыкиной, Губин еще в молодости отличался непростым характером, ему было сложно ладить с окружающими. Именно то, как он себя вел с людьми тогда и привело его к тому состоянию, в котором он находится сейчас, отметила Олеси. Говорят, что он стал неадекватным. Но Андрей раньше был со своими загонами и странностями. От него все плакали. Когда я работала в концертном зале «Россия», он нам такие истерики закатывал. Да, я не исключаю, что сейчас у него прогрессирует какое-то психическое заболевание. Но оно было ожидаемо.